МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К новому дачному сезону. Наталья Викторовна, ну, вроде бы зима в самом разгаре на улице Морозы. Разве пришло время думать о даче? Пришло. Перефразируя юмористов, скажу, что о даче думать никогда не рано и никогда не поздно. Прошли новогодние праздники, рождественские, крещенские, в общем, отпраздновали все, что могли в январе. Теперь пора подумать о новом дачном сезоне. И как нам к нему подготовиться, чтобы это было все достойно, правильно, вовремя сделать. Поэтому давайте об этом сегодня и говорить. Наталья Викторовна, ну, наверняка начинаем все с планирования. Конечно. Я всегда приверженец планирования. И наших дачников призываю к тому, чтобы вот сейчас, в январе и феврале, когда нет такой спешки, можно дома, уже дома, сидя в городских квартирах, продумывать, что они хотят выращивать у себя на даче. А чтобы весной, в период зоопарки, когда нужно все посадить, все нужно успеть, чтобы они что-то не забыли, не упустили. И потом не хватались за голову, что они что-то не сделали вовремя. Поэтому сейчас берите лист бумаги, блокноты, ручки, карандаши. Рисуйте план своего участка. Где у вас что растет? И что будет расти в этом году, в 2018 году? Что бы вы хотели вырастить? Не забудьте ничего. Особенно это касается овощных грядок. Потому что у нас огород, как правило, стационарный. Стоят грядки у нас сделаны. И мы ежегодно на этих грядках выращиваем овощи. Так чтобы не получилось, что у нас одна культура идет по культуре, нужно соблюдать хотя бы маломальский севооборот. Продумать, где будут расти, какие овощи. Чтобы продумать, где ранее посеять листовые салаты, посеять редис. Потом они у нас рано уйдут. Что на эти грядки потом высадить? Какую рассаду вы собираетесь выращивать? Продумать, что будет расти в теплице? Где? То есть все, все спланировать. Где будут какие цветы? Может быть посадить деревья новые, если у вас такие планы есть. Или посадить новые кусты. Вот я планирую посадить в этом году две колоновидные яблони. Поэтому я уже сейчас думаю, где они у меня будут расти. Чтобы выдержать и междурядье, и от соседа, и от других растений выдержать нормальные междурядье. Когда их нужно сажать, чтобы уже в апреле приехать, сделать ямы, подготовить для посадки. Хочу поменять в этом году несколько кустов смородины. Потому что старые, давнишние кусты, которые практически уже не плодоносят, хочу поменять на новые. То есть мне нужно уже в апреле знать, где что будет расти, как подготовить посадочные ямы, куда что посадить, что посеять. Поэтому работы, конечно, очень много. Все запишите, не полагайтесь на свою память. Больше чем уверенно подведет, что-то забудете, упустите. И потом придется уже досаживать, пересаживать. И будете хвататься за голову и говорить, что почему же я не продумал все заранее. А сейчас, когда вот такой особой спешки нет, есть время подумать и достойно подготовиться к новому дачному сезону. Потом я знаю, что многие дачники, такие опытные, они уже зимой, вот в зимние месяцы, делают заготовки отходов. Почему бы и нет? Собирают скорлупу яичную, собирают луковую шелуху, чесночную шелуху, спитой чай, кофе и корки цитрусовых культур. Ведь мы, почему зимой цитрусовые, это сезонные фрукты, мы очень много зимой едим. И мандаринов, и лимонов, и грейпфрутов, и апельсинов. Не выбрасывайте корки, они вам пригодятся и сослужат добрую службу летом. Берите, сушите их, чтобы это было безотходное производство у вас. Насушили этих корок, собрали их, храните в бумажных обычных пакетах. Поехали на дачу, захватите этот пакет, разложите среди вещей. В феврале начинает свой лед моль, а этого запаха цитрусовых она не переносит. Поэтому будет польза. Кроме того, можно зимой, когда вот есть время для всего, можно вот эти цитрусовые корки взять килограмм. Размочить их немножечко, чтобы они были не такие жесткие. Затем пропустить через мясорубку. И залить тремя литрами кипятка. Дать настояться. Потом этот отвар процедить и разлить в обычные пластиковые бутылки. Закупорить их и весной взять с собой на дачу. А потом весной, когда начинается активный лед и бабочек, и начинают гусеницы листогрызущие вредить нашим растениям, кустам. Берете стакан вот этого настоя, разбавляете в 10 литрах воды и опрыскиваете свои растения. И растениям польза, и у вас отходов никаких нет. И вы себе облегчите намного весенние хлопоты. Вот тем, что у вас будут и вот такие запасы удобрений. Та же яичная скорлупа и луковая шелуха. Они помогут вам бороться с вредителями и будут являться и подкормкой для растений. Наталья Викторовна, пришла ли пора покупать семена и вообще заботиться этим вопросом? Конечно, пришла. И я знаю, что многодачники, они покупают семена постоянно, практически круглый год. Как зашли в магазин, что-то увидели новенькое, тут же покупают. Но хочу сказать, что вот январь, февраль – самое время для покупки семян для нового дачного сезона. Ведь многие семеноводческие фирмы, которые занимаются выращиванием семян, они получили урожай в прошлом году, в прошлом летом. И пока обработали эти семена, расфасовали их, пустили в продажу, и вот они в продаже появляются именно в зимние месяцы. Конечно, не будут продажи весной. Но тут, понимаете, сейчас есть время все выбрать, выбрать то, что вам нужно. Нет пока что очередей, нет ажиотажа за семенами. И цены не такие кусачие, как будут весной, и выбор большой. А весной, когда вы придете, будете покупать то, что вам достанется уже. А сейчас продумайте, что, зная, что вы будете выращивать, где, на какой грядке, вы уже знаете, какие семена вам нужны. И вы составляете список, опять же, без списка, вот так спонтанно не идите в магазин. Забудете культуру, забудете название сорта или гибрида. А так вы пришли со своим листочком, знаете, какую культуру вам нужны, семена какой культуры вам нужно покупать. Но перед этим просмотрите запасы старых семян. Наверняка у каждого дачника есть пакет или коробка с семенами. Посмотрите, может есть там семена, которые еще не утратили срок годности. Изучите, что у вас есть, какие у вас ресурсы есть. Чтобы не покупать лишнего. Потому что ведь семена не так долговечны. Особенно это касается зеленых, листовых овощей. У них срок годности 1-2 года. Корнеплоды годности у них 3-4 года у семян. А вот тыквенные, кабачки, патиссоны, огурцы, да и посленовые, томаты, перцы, баклажаны. У них срок годности побольше. Но если у вас семена эти зимовали на даче, то понятно, что рассчитывать на такие семена не приходится. А вот тогда придется покупать новые. Так что сделали ревизию своих запасов семенных. И написали список, что вы хотите. Но уже с учетом того, где у вас год, какая грядка, какая культура. Продумайте, какие цветы вы хотите покупать. Все написали, что вам нужно. Потому что семена нам понадобятся с вами уже в феврале. С этим делом затягивать тоже не нужно. Ведь в феврале мы уже начинаем сеять питунью, лабелию. Я имею ввиду цветы. А в марте месяце уже нужны семена томатов, перцев, баклажан. Будем выращивать рассаду. Потом, помимо покупки семян, цветов, овощных культур, нужно уже задумываться и о покупке удобрений. Продумайте, какие вам нужны удобрения. Но опять же, все спланируйте. Чтобы не было вот так, знаете, спонтанно. Накупили лишнего. Оно вам потом не пригодится. Я знаю, что многие дачники зимой смотрят рекламы различные. И вот движимые, привлекательные рекламы и своей любознательностью покупают много лишнего, которое им потом не пригодится. Реклама, реклама, это хорошо. Но покупая новое удобрение или новое средство защиты растений, вы не покупаете сразу на весь огород свой, на все грядки. Вы попробуйте, испытайте, подойдет оно вам или нет. Чтобы потом уже можно было применять его дальше, если оно вам подойдет. Можно покупать зимой пленку для парника, для покрытия грядок. Можно покупать лутросил, укрывной материал, если вы планируете выращивать рассаду. Покупать удобрения, стимуляторы роста, гетероксин, корневин, чтобы потом обрабатывать свои растения или корневища. В общем, покупать тару для выращивания рассады. Мини-парнички, торфоперегнойные стаканчики, пластиковый стакан. В общем, продумать, где будете выращивать рассаду. Покупать грунт для выращивания рассады. То есть, как видите, и зимой, в январе, феврале, забот уже у дачников, у настоящих, которые хотят подготовиться достойно к дачному сезону, много. Наталья Викторовна, очень часто мы в зимний период приезжаем на дачи. Вот на что бы вы обратили внимание, что необходимо дачникам сделать в этот период, чем заняться помимо отдыха и привычных прогулок по лесу? Конечно, я с вами согласна. Многие приезжают, но не многие, некоторые приезжают на дачу просто зимой отдохнуть. Ну и проверить, как дом стоит, никаких там в горы не залезли. Ну, понятное дело, проверить свой дачный участок. И приезжать, чтобы отдохнуть, подышать свежим воздухом, встретить Новый год, может быть. Если есть банька, попариться в бане, поиграть в снежки с детьми. Но некоторые, которые беспокойные дачники, которые вот тяга к труду у них большая, она и зимой у них не проходит, они и зимой часто приезжают на дачу. И уж, коль вы приехали на дачу, то будьте добры, пройдите по своему участку, посмотрите, как зимуют деревья. Обратите внимание на кусты, на свои цветники, на розы. Как вообще на даче обстоят дела. Зимы, они разные бывают. Если зима бесснежная, снега мало, конечно, нужно как-то побеспокоиться о растениях. Потому что морозные зимы без снега, они чреваты тем, что подмерзают корни. Даже у деревьев взрослых вымерзают кусты, подмерзают розы и различные многолетние цветы. Поэтому нет снега, можете укрыть свои розы лапником дополнительно. Или положить хворост, ветки на грядки цветочные. Для того, чтобы будет снег, чтобы больше снега потом удержать на этих растениях. А если есть снег, то дополнительно можете взять лопату и подгрести снег с грядок, и с дорожек, где он не нужен, под приствольные круги своих деревьев, кустов. И обязательно подгребли снег и притопчите его. Во-первых, весной он будет дольше таять в приствольном круге, притоптанный снег, и влаги вашим деревьям будет больше. А потом, может быть, под снегом в приствольных кругах и мышиные уже ходы сделаны. Вы же не знаете, когда вы будете притаптывать этот снежок, вы заодно и нарушите эти мышиные ходы. Посмотрите, не наведывались ли в ваш сад зайцы. Такой тоже может быть такая беда. И если вы не укрывали деревья, посмотрите, не повреждена ли у них кора зайцами. Если такое случилось, возьмите, дополнительно обвяжите мешковиной, или тонкой проволокой, рубероидом. То есть, может, нужна ваша помощь и деревьям, и кустам, а вы не приезжайте. Поэтому приезжайте. И особенно опасно для деревьев, для кустов, да и для теплиц наших, вот этот налипший мокрый снег. Ведь у нас часто бывают оттепели, потом идут сильные морозы, или ледяной дождь. И ветки, даже сильных деревьев, крепкие ветки, они под тяжестью вот этого мокрого, тяжелого снега, они могут ломаться. Поэтому, приехали, обязательно встряхните аккуратно снег с веток. Сметите снег с теплицей, чтобы не было конфуза у вас, чтобы ваша теплица не прогнулась под тяжестью вот этого талого, мокрого снега. Так что, как видите, есть чем заняться на даче и помочь своим деревьям. Ну, а есть еще те, кто требует нашего внимания и нашей помощи. Это птицы. В летний период они выручают нас и тоже борются с вредителями на наших дачных участках. А в зимний, наверное, пришла пора нам позаботиться о них. Летом, конечно, они сами себя обеспечивают. Достаточно вокруг и питания, и насекомых. А вот зимой, конечно, птицам голодно. И не забывайте, приехали на дачу, сделайте кормушку, насыпьте им. Вот те семена, которые у вас пропали, старые семена, не выбрасывайте их. Соберите их в пакет, привезите на дачу семена огурцов, щавель, подсолнечник, дыни, арбузы. Все, что у вас старые негодные семена или крупу возьмите. Привезите, сделайте кормушку, насыпьте птицам. Потому что не забывайте, голодные птицы, они прилетая к деревьям, они выклевывают плодовые почки. Им же нужно чем-то питаться. И они могут не пользу принести, а вред. Поэтому побеспокойтесь о своем саде и о птицах. Можно для синичек повесить куски несоленого сала. Тоже для них надолго хватит вот этого лакомства. И выметайте снег в кормушках, насыпайте нового снега. И запомните, что птицы, которых вы подкармливаете, прикармливаете зимой, они весной будут выклевывать вот этих насекомых, которые на коре вредят. Перезимовали и тронулись в ход, чтобы вредить деревьям. Они будут клевать этих насекомых. И они привыкают к вашему саду, к вашим деревьям. И летом будут селиться поблизости. А значит, ваш сад будет в безопасности. Птицы вам помогут. Спасибо, Наталья Викторовна, за ценные советы. В общем, принимаемся за работу. Принимаемся, готовимся к новому дачному сезону. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова